Мысы, носы, фистоны. Экспозиция с причудливым названием открылась сегодня в церкви Жон Мироносец Новгородского музея-заповедника. Необычное название «Мысы, носы, фистоны» отражает суть выставки. Все эти страны для современного человека слова обозначают одно и то же – край плетеного или вязаного кружева. Гостям представили более 50 предметов из фонда Новгородского музея-заповедника. Это салфетки, носовые платки и одежда 19-го, первой половины 20-го веков. Есть даже золотное кружево 17-18 веков. Его взяли из Софийского собора. Также для посетителей провели мастер-класс по вязанию кружева крючком. Кружево испокон веков делилось на плетеное и вязаное. На территории Новгородской губернии исследователи выделяют три центра, где плели кружева. Плели – это значит на коклюшках плели. Плели в Белозерском уезде, Кирилловский уезд и Крисицкий уезд. В Европе изготовление кружев было очень распространено. А вот на Руси этот промысел только появляется во второй половине 17-го века. У нашего народного кружева был особый узор. Оно было очень прочным, так что им можно было украсить предметы быта и одежды. Все это можно увидеть на выставке в церкви «Жон Мироносец». Она будет работать до 17 декабря. Руси «Жон Мироносец». Руси «Жон Мироносец». Руси «Жон Мироносец». Руси «Жон Мироносец».